Таким решительным, резким, там, где это необходимо, запомнили Иосифа Кобзона забайкальцы. Для нашего края народный артист был по-настоящему близким человеком, и это не просто красивые слова. В 1997 году Иосиф Давыдович был избран депутатом Госдумы от Агинского бурятского автономного округа. Затем стал представлять в Госдуме интересы всего забайкальского края. И защищал права его жителей более 20 лет. Кобзон часто посещал регион, открывал спортивные соревнования, помогал восстанавливать после пожара Агинский дацан. Всегда быстро реагировал на жалобы забайкальцев, откликался на чужую боль. После большой автокатастрофы с паломниками в Петровск-Забайкальском летом 2017-го Иосиф Кобзон тоже не скрывал эмоций. Нельзя общественный транспорт бесконтрольно выпускать на линии. Нельзя. И, наверное, упрек нам, законодателю, для того, чтобы ужесточить наказание за отсутствие безопасности наших граждан. Как говорили раньше, что Россия мешает дураки и дороге. Ну, с дураками очень сложно бороться. А дороги надо строить. Иосиф Кобзон был смел в словах и поступках. Многие его фразы стали крылатыми. Взять хотя бы эту, произнесённую во время одного из визитов в Читу. Когда отчитывался Мединский Владимир Ростиславович перед Государственной Думой, после этого я вышел и меня потом президент упрекал, говорит, нехорошо так опустить министра культуры. Я сказал такую фразу, нам не страшен министр культуры, нам страшна культура министра. В Забайкальском крае Иосиф Кобзон был знаком со многими, не только чиновниками, но и простыми рабочими. Звёздная болезнь была ему незнакома, ведь только тот, кто со всеми на равных, может исполнить песню прямо во время политических дебатов. Если было не сладко, я не шибко тужил, пусть я прожил нескладно, для России я жил. Иосиф Давыдович ушёл из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Забайкальцы скорбят вместе со всей страной. Юлия Сидельникова, ЗАПТВ.